Сенатское ограничение Сенатское ограничение Проект новых санкций насторожил международных инвесторов Газета «Коммерсант» номер 38 от 4 марта 2019 года, строение 9 В феврале международные инвесторы стали осторожнее относиться к вложениям на российском фондовом рынке За минувший месяц они вложили в российские акции всего 110 миллионов долларов, в пять раз меньше, чем месяцем ранее Перспективы расширения антироссийских санкций даже заставили инвесторов сократить вложения в рублевые активы во второй половине месяца По оценке твердый знак, основанный на отчетах BCS Global Markets и Bank of America Merrill Lynch Учитывающего данные Emerging Portfolio Fund Research, EPFR Суммарный объем иностранных инвестиций, поступивших в российские акции, в феврале составил 110 миллионов долларов Это почти в пять раз меньше показателя января, когда международные инвесторы вложили 536 миллионов долларов При этом фонды, инвестиционная декларация которых ориентирована только на российские акции, зафиксировали отток в размере 158 миллионов долларов Падение спроса на рублевые активы произошло только во второй половине месяца Первые две недели февраля, как и весь январь, международные инвесторы охотно покупали акции российских компаний, вложив за это время 230 миллионов долларов Однако внесение в Конгресс в середине месяца американскими сенаторами нового пакета антироссийских санкций вынудило нерезидентов частично зафиксировать прибыль, полученную с начала года Декабрь и январь были временем затишья на санкционно-информационном поле Однако с 13 февраля редкий день проходит без упоминания вероятного давления на Россию по тому или иному поводу Отмечает портфельный управляющий группы Тринфика Фарид Закиров Впрочем, иностранные инвесторы снизили спрос к большинству рынков развивающихся стран По данным EPFA, суммарные притоки фонда развивающихся рынков за февраль составили всего 4,1 миллиарда долларов, что более чем втрое ниже показателя января При этом российские фонды продемонстрировали не самую худшую динамику среди фондов стран BRICS Так, фонды, инвестирующие в Китай, за месяц потеряли почти 1,5 миллиарда долларов Из фондов Индии было выведено свыше 560 миллионов долларов Негативное влияние на настроение инвесторов оказали затяжные переговоры между США и Китаем, которые пока не увенчались успехом Замедление притока средств иностранных инвесторов отразилось на динамике российских фондовых индексов Если в начале месяца индекс Московской биржи впервые в истории превысил 2550 пунктов, то уже в середине месяца откатился до 2450 пунктов По итогам февраля индекс составил 2485,3 пункта, что всего на 1,4% ниже закрытия января Рынок просел в середине месяца после сообщения о внесении американскими сенаторами нового пакета антироссийских санкций Как раз в этот момент были максимальные оттоки из фондов, после этого немного восстановился и стабилизировался, отмечает старший портфельный управляющий УК Капитал Сергей Карыхалин Схожую динамику продемонстрировали почти все отраслевые индексы, лишь индекс металлов и добычи поднялся на 2,4% Акции металлургов в феврале выглядели лучше рынка в целом по причине восстановления цен на стали и сырье для производства стали на мировых рынках, отмечает управляющая инвестиционными портфелями Владимир Веденеев В ближайшие недели тема санкций останется ключевой для российского рынка акций, считают российские портфельные управляющие Санкционная угроза набирает обороты, на этом фоне может усилиться выход нерезидентов из российских активов, отмечает Фарид Закиров Не добавляет оптимизма из ситуации АЭС Беринг Восток Для многих глобальных инвесторов это четкий сигнал об ухудшении инвестиционного климата, отмечает Владимир Веденеев По словам Сергея Карыхалина, для дальнейшего роста российского рынка нужны новые драйверы, например, рост цен на нефть, потепление в отношениях с США, позитивный сюрприз со стороны экономики и тому подобное, но таких сигналов пока нет Определенную поддержку рынку может оказать высокий дивидендный потенциал В этом году аналитики прогнозируют дивидендную доходность индекса на уровне 7,3% годовых, но этот фактор начнет оказывать положительное влияние только через пару месяцев Виталий Гайдаев